Я скажу вам пару слов, потому что мы решили запустить не совсем обычный проект. У нас будет серия семинаров, которые направлены на то, чтобы сделать попытку скрестить знания астрофизиков, сознания людей, работающих в другой области, в частицах, имеющих некий опыт работы в сильных полях, в экстремальных условиях. И поскольку эти множества в настоящий момент не очень перекрываются, то, может быть, в результате этого взаимного опыления будут сформулированы задачи, которые можно решить коллективно, совместными силами. Поэтому это не будет развлекалов, как так сказать. И докладчики – это не популяризаторы науки. А я надеюсь, что будет сформулировано, что же мы можем совместными усилиями, имея некий опыт знаний или прочее, сделать в совсем другой, некоричной дивно-собласть. И вот у нас высветился десант из Москвы, из Откуда теоретической и экспериментальной физики. И вот каждый день у нас будет посемина. Так что вот. Каждый день это. Возвлечение в течение короткого времени. Все, вы развёте следующий себе? Ну, наверное, на следующий. Ну, вот, только я понимаю смысл. Через несколько дней отнялся основные силы. Это Лидникова, Лидовича, и Лидовича. Будет рассказывать действительно то, над чем мы работаем в астрофизике. То есть, у нас появилась какая-то астрофизика. Есть астрофизика какая-то, психологическая. А, ну, нет, психология. Да, но и астрофизика. Да, астрофизика. Ну, что мы работаем в астрофизике. Астрофизика, которая занимается совсем другими вещами. Все равно она базируется на том, что мы знаем. И мы будем рассказывать, соответственно, в том, чем каждый занимается. То есть, такие вот, ну, то есть, реальные проблемы, которые вы получите, вы можете на них участвовать, что-то такое. Но прежде чем к этому приступать, мы решили сделать несколько таких два ориентировочных семинара, в которых просто рассказать, что вообще это тоже. Наука развёрнута. Всё, на самом деле, это примерно, сколько я сделал на Синестра или на 2, это то, что вы должны были бы там изучать, мы, кажется, гораздо более подробно, чем я сейчас буду рассказать. Студенты, астрофизики, которые приходят к вам, скажем, в тем, получать специальные цифражи. То есть, всё. Звёзды, как они эволюционируют, какие процессы будут идут, что там по физике интересно, и так далее. А четвёртый. Ну, начнём с самого основного. Что такое звёзды, в принципе, все, понимаете, представляют, самый эвакуирующий плазменный шарик. Значит, самое интересное, что... Значит, наше Солнце, вот его параметры, масса, параметры, 23 грамм, радиус Солнца, 7-10 сантиметров, светимость, вольвер, и так далее. Саня, мягкий, мягкий, вольвер, мало, кому что говорит. Интересно сравнение нашего Солнца с другими звёздами. Значит, все звёзд, в принципе, они описываются тремя параметами. Масса, радиус, светлимость и хим-состав. Значит, хим-состав, звёзды разбиты на классы. Самые первые звёзды, которые образовывались в ранней Вселенной, они имеют космологический хим-состав. То есть, состояли только из водорода и энергии. Ничего другого не было. А наше Солнце, в талоне, наши звёзды типа Солнца имеют солнечный хим-состав. То есть, примерно 2% наработано по массе металлов. То есть, в астрофизике всё, что тяжелее нет, называется металлов. Ну, эти 2% — это результат работы всей звёздной машины с хим-состав. Многие звёзды первого поколения, которые старались только за долгой недели, взрывались, возвращали эту звёздную звезду тяжёлыми элементами. Из этих облаков образовались новые звёзды и так далее. И так далее. Вот наше Солнце, оно уже имеет в себе 2% по массе звёздка. 2% по массе тяжёлых элементов. То есть, элементы тяжелее георгий. Это исходный состав. Это солнечный состав. Это солнце наработано? Нет. Нет. Солнце ничего пока тяжёлого не наработано. Это оно было создано из облака, в которое уже было названо полпроцентом обвищено. Значит, Солнце через 5 млрд лет несёт свой небольшой вклад в это дело. Он каких особо тяжёлых элементов синтезирует. Гуя рот. Максимум. Значит, теперь можно смотреть на массы звёздных. Значит, у звёзд есть нижний предел масс и верхний предел масс. Значит, нижний предел масс связан просто с определением того, что называется звезда. Значит, если масса меньше, чем 0,08 масс Солнца, то термоэкерно-лякочный центр такой звезды не имеет. То есть, такие звёзды, это бежутки между гигантскими планетами, типа Липитера и их звёздами. У них внутри может гореть только пределы начальник, который остался в четверг, из которого они сделаны. То есть, Дейтель сгорает, и всё-таки, звёзды больше не могут сжигать водородку. Ну, они не обязательно существуют, так сказать, в режиме остывания. Все звёзды, которые более массивные, они, соответственно, способны сжигать водородку. Ну, и существует верхний предел масс. Значит, с верхнего предела масс мы подробно поговорим через поле. Значит, следующий парабет – это светимость. Мы видим, что звёзды бывают светимостью, скажем, в миллион раз более яркой. И светимость – это энергия, которая содержится в любые единицы у Земли. То есть, звёзды, которые в миллион раз больше энергии в секунду тратят, чем наше Солнце. Ну, и есть совсем звёзды, звёзды в десять минут в четверг. Мы начинаем с образования звёзды. Вот у нас есть. ГМО – гигантское насулярное облако. Это молекулярное облако с массой тысячи масс Солнца, по каких условиях может начать сжиматься. Мы используем простые оценки. Эффективационная энергия такого облака. Минус, шея для нога на ряду. Так. Вплывая энергия. Сависи. Катерни. Сависи. Минусом – горит. Сависи. Катерни. Сависи. чтобы выводить среднюю плотность значит масса 4 5 мы получаем условие для того, чтобы такое в облаках начало сжиматься масса в облаках не больше того, что называется масса джинса это значит порядка величины Km Gm Cm behaviour Bm 1 облак 3 температуры порядка 2 3 Выводность – это крема примута на концентрацию и концентрация порядка 100 месяцев от кемического сантиметра. Подставим все предназначения, мы получим, что это масса ленца, это крема формы, ввести крема, на N, 100 и на 1 сантиметра. И это все в массе салса. Салс – масса салса. Больше, меньше крема. Клиническая масса облака при данных параметрах начинает сжиматься и начинается процесс звездообразования. Отсюда мы видим, что у нас характерная масштаба массы, а по оборотам соль – массы Солнца. При этом есть просто наблюдательный факт, который заключается в том, что у нас на самом деле очень много звезд маломассивных. То есть есть такая функция масс, функция Солнцитера – это вероятность образования звезды данной массы в данном диапазоне массы. Она ведет себя вот так. 2 и 2. То есть вероятность образовать очень массивную звезду – она очень маленькая. И наоборот – вероятно образовать звезды. Нет, просто померено. Салфитер посмотрел на статистику образования звезды. То есть отсюда следует, что звезды – это огромная облака – это сумма Солнца – начало эклопсировать. И скорее всего оно будет фрагментировать. То есть в этом облаке родится не одна гигантская звезда, а родится несколько маленьких. Значит, что? Причем? Андрей, скажите, вот это M, единственная M, стабиль 2,0 – это просто эмпирический факт. Или это расчет? Это эмпирический факт. Значит, кто-то введет с Салфитером свое время и потом многократно проверялся. Это первоначальная функция масс. Мы берем это, так сказать. Мы чувствуем наблюдательную вещь. Ну да, нет. Мы видим, наверное, нормитальный способ произведения. Конечно. Вот, значит, я сейчас и попытаюсь, так сказать, объяснить, почему эта штука примерно работает. Значит, первое – почему выгодно фрагментировать? Мы смотрим. Вот у нас вот эта облака, как-то чего-то не коллапсирует. Значит, температура остается примерно постоянной. Потому что облака пока прозрачна для излучения. Оно эффективно открывает. Значит, это коллапс практически элитернический. То есть, коллапс вот звезд, когда они умирают, он с хорошей сетью неодиабетически. То есть, каждый элемент нерв будет сохранять энергию. А здесь он элитернический. Значит, а плотность растет. Значит, масса джинса, масса, которая может начать облако начать коллапсировать, уменьшается. То есть, образом этот облако начав коллапсировать как целый, ему потом выгодно коллапсирует, скажем, на две, клавим, все. Потому что масса джинс улучшается, масса фрагментации в области. А газ и нейтральный? А это? Газ и нейтральный. Нейтральный, конечно. А из-за улучшения тогда откуда нет газ? Улучшение берется из работы фрагментации. Когда у вас сжимается все это дело, у вас усваждаются энергию. А это излучается. А если у людей поставили воду, то есть? А? Температура есть, например, в возбужденном состоянии. Это излучается электроголочная. Если выток того, что у нас при коллапсе этого облака, то есть выток излучается. А там нейтральный, но он возбужден. Но это, скорее, молекулярное охлаждение, да? А? Ну, пока все, да. И пока это молекулярный облак. Да. Идет этот процесс. Следующее. Что важно? Это гигантское область. Оно обращалось. Инергия. Вращение, которое у него было, это порядка увеличенной m с полнымрерным квадратом. Так. Так. Импульс углового объекта, который она имела, это по порядку величины m с полнымрерным квадратом. И это величина примерно непостоянная. Энергия. 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 А эту операционную. Энергия. 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 Эта величина изменяется как единица на R. То есть растет. Значит, известен фактор, что существует некая техническая величина у этого параметра, порядка 0,27. Значит, если эта величина в лапсирующей, сжимающейся акциально-симетричной системе превышается параметр, то такая система становится неустойчивой по отношению к фрагментации. Этот факт, кстати, еще порадовались при обсуждении одной из моделей срыва сверхновок. А здесь это работает для звезд. А если они ориентированы исключением образом? Полный момент до ноли? Нет, полный момент не 0,91. Вот так большой обувь, оно имеет какой-то угловый момент. А потом, как вы говорили, у вас энергетически выгодно образовывается вихря. Вихрь закручивается, но ориентированно случайный обувь. Почему момент 0? У этого обувь-то был какой-то другой вариант. А если то, что вы думаете, вихрь не образовывается? Если не было такого этого, то он не образуется и в этом случае. Кстати, у вас и батарет был без момента. У вас образовывается вихрь, а не вправе, а другое дело. Возможно, энергетически выгодно закончится? Да, может быть и так. Но и есть механика. То есть у таких облаков, ну, не бывает, что у них нет момента. Какой-то экзотический снищий, да? Есть какое-то облако вращение. Эта облака принимает участие в движении вокруг центра галактики. Солнце наш, 10 миллионов лет обращается. Эта облака вращается. И все имеет какой-то угломер. Но оно гигантское было. Оно было сотни астрономических единиц. Тысячи астрономических единиц. Оно сжимается до порядка одной астрономических единиц. Там сто раз. Да, но это не обязательно. Даже если вы в начале момента... Я бы сказал... Ну, да. Возможно, что... Да, и при начальном моменте, но его можно тоже. Оно будет все равно подметировать. Здесь это объясняется просто натурально. Что у вас есть некий начальный угломер. Он при таком коллапсе увеличивается как единица наверно. То есть... Совершенно естественно. И при этом возникает уже ситуация, когда вот этот параметр дверазмерный порядка 0,27. Происходит саргментация. Люди... Раньше это была как бы теоретическая проблема. То есть, ну... Это было рассказано, объяснялось, но они не могли выстроить и сидеть. Сейчас... Так сказать... Продвинулась далеко. Компьютерная... Буквально сегодня взял... Существует... Существует... Оказывается... Существует... Такое важное... Фагментация. Практически... Если у вас флагмассирует это вот уголка. Она образует сначала вот такой вот... Глайнзем. Семок у смотрен, да... Хочешь вращение. И потом два варианта... Теперь уходим сверху. Первый вариант образует кольцо... которая потом фрагментирует Второй вариант, если бы очень большой угловой ветвь изначально был Оно образует сорбетки и фрагментирует на 2 или на 3 части Вот такие вот Вот, например, вот этой сорбетки Происходит вот такая вот фрагментация Здесь я озвучу на 2 фото газовых участков Вот еще вариант расчета Этот фрагментирует на кучку-кучку звезд Вот вообще Здесь представлены всякие моды фрагментации Вот так вот Тольцо И дальше фрагматирует Соответственно Эти звезды рождаются Вот здесь сколько оно родилось И они могут быть Могут оставаться более-менее в одном месте Это звездные язды И потом они образуют шировые скопления Но Более вероятно Что звезды образовавшиеся В одном каком месте В одном облаке Будут выпрыгники Из этого скопления Потому что Оказывается Вся этот Гравитирующий взаимный телат В Пусть даже Гравитирующий Пармитон В нашем пространстве Они Используют хаотическое поведение Значит Если у вас есть Такое двойное столкновение Система С Близкими Сравнимыми массами То Большое Реально Что у вас Две Близкие объединятся в Херсу И двойную систему А третья будет Двое То есть Можно Поставить Такая Простая задачка То есть Фагорейский Преугольник Нахлосочки Масса Три Четыре Пять В сторону И Здесь Масса Три Массы Четыре Массы И отпускаем Смотрим Что происходит Такая система Демонстрирует хаотическое поведение Здесь Начинается Мотаться И в результате Одна из этих Массы Уплевывается Эта система Вторая Образует Очень тесную Двойную систему Это Характерная вещь Это Просто Движение Кроекционной Пули Нет Они Кроектируют Друг Друг На плоскости Ничего кроме Кроекционного Взаимодействия Да Просто На плоскости Отмечаете Тифагорейский Другой И отпускаете И Начинается Сначала Хаот Все Они Мотаются в разные стороны Со страшной силой Хаотов Одну из них Уплевывают А две Другие Образуют Очень тесную Двойную систему Уплевываются Если Выполняется Закон Скорее Энергии Которые позволяют Улететь Этим Бесконечность Обязательно Разводятся Ну да Скорее Всего Все Все Системы Кратные Которые Мы знаем Обязательно Должны Разного Порядка То есть У вас Одна пара Скажем Образует Тесную Систему А третья В этом Широкая Арбитра В ручке Образов Только Георархические Системы Могут Устойчивы А все Остальное Разлетается В системе Триггера Тебы Чистей Чистей В ее Чистей Чем Чистей Тем более большей хаосом показано, что даже на таком простом примере, когда он совершенно элементарный, все равно происходит охарактеризация. Если вы поставите немного-много этих смазок, он будет еще интереснее. Это вариант, когда угла момент передается в орбитальный момент двойной, тройной, четверной системы. Это не единственный способ. Второй способ. Мы знаем, что все-таки бывают массивные звезды, скажем, Марс, Сторма, Солнце. Они как-то образовались. Следующий вариант такой. У вас есть гигантская облака. Часть его соответствующая массе джинса. Стало коллапсировать. Его надо как-то избавиться от углового момента. То есть углового момента может передать оставшиеся оболочки путем конвекции и магнитного поля. То есть если магнитный поля у нас, звездных и плазма существует, то есть здесь происходит коллапс, и магнитное поле восстанавливается. То есть здесь повторяется вращение. И, кстати, в линии магнитного поля, плюс, возможно, коллекция, они передают избыточную оболочку в эту оболочку. При этом она еще и служит тому, чтобы растал предел. И третий вариант, который, в общем, до недавнего времени считался очень экзотическим, это передать в главный момент протопланетный диск. Протопланетный диск, который потом будет фаргментировать на планеты. До недавнего времени мы знали только один пример. Такую планетную систему нашу собственную. Теперь уже открыто больше тысячи планет. А где магнитное поле? А где магнитное поле? А где магнитное поле вообще у нас существует и в галактике, в частности? Вся галактика пронизана магнитными полями. То есть мы знаем это просто про космические лучи, все они крутятся в этих магнитных полях. Вся галактика, она в каком-то смысле замагничена. То есть магнитное поле натурально присутствует. Потом, когда у вас начинается коллапс и вращение, оно усиливается, движение магнитное поле натурально присутствует. И начинает исправлять готовку. Я немножко скажу здесь. Что вообще проблема магнитных полей в галактиках, крупномашнанных и, может быть, в межгалактическом пространстве, не решена. Есть факты, что магнитное поле Да, это экспериментальный факт. Видно по фарадельскому вращению, что на всей длине галактики есть однородное поле. Кто его изгибает, как оно сделано, это нам очень известно. Величина нескольких мегагаус в галактиках, и сотые или тысячные мегагаусы у вас больше в межгалактическом пространстве. Факт есть, объяснение нет. Ну, вот тоже поговорить с этим. Кто хотел заниматься чем-то интересным, вот в проблемах. Значит, мысли на... Значит, смысл такого механизма в том, что для нашей Солнечной системы масса Солнца составляет примерно 99,87% массы Тей Солнечной системы, то есть чего-то планеты. А уголовый момент Солнца только 2% от полного уголового момента, который... ...планета. И он, пожалуйста, заключается наше Солнце с каким-то механизмом, который пока тоже... Мы не знаем, как настоящая, какой-то разновидность магнитно-конлективного механизма, передало свой угловый мир планетам. И, понимаешь, обозреваясь... Так, планета. Которая... Мы перейдем к ней, потому что... На этом основном первый метод измерения расстояния. Значит... Планеты, ваше расположение, вот Солнце, вполне как бы регулярно предсказуемого образа. Причем раньше считалось, что в этом... есть такое правило... Правило... Птицы лучше... АД... Так... ГД... Так... Так... Правило, как запомнить расположение планет от Солнца, значит... Заполнить последовательность цифр... 4... 3... 2... 1... 0... Значит... Если человек способен заполнить эту последовательность, то, соответственно, правило Птицы Бады... Оно такое... Расстояние... Это... 4... Плюс 3... Плюс 3... На 2... Принемен... Проделить на 1... 0... На 10... Так... То есть, значит... У нас вот получается... Так... 4... 0... 7... 1... 1... 1... 6... 2... 8... И... 2... Значит... Альт? Да... Ну... Давно и дальше работает... Ну... Нет... Мешает... Значит... Меркурий... Венера... Земля... Марс... Пояс... Астероиды... Значит... Вот это... Величинать... Одна астрономическая единица... Так называется... Одна астрономическая единица... Это 150 миллионов километров... Значит... Ну... Это 150 миллионов... Представить все сложно... Значит... Одна астрономическая единица... Потому что мы ее используем в астрологии. Масштаб этот понять можно примерно так. Если мы Солнце... Я весь этот блок назад приводил пример. Солнце представить себе как яблок. Размером с яблоком. 6 на 10 десятых сантиметров. В таком масштабе Земля будет размером со спичечной уголок. Находиться будет от этого яблока на расстоянии 11 метров. Рома может уже вести у вас в реакции. Представьте, у вас есть яблоко. Она с 11 метров, я не знаю, спичечная головка. Вот это масштаб, на котором наша Земля вращается в одну Солнце. Это у нас астрологическая единица. В этом масштабе, в том как думать, для тех, кто не был в прошлом году, на каком расстоянии находится ближайшая звезда к нам? 4 сантиметров. Нет, а 4 сантиметров. 4 сантиметров. А вот в этом масштабе, в котором лежит солнце яблоко, значит, Земля спичка на расстоянии 11 метров. В этом масштабе где находится ближайшая звезда, в общем сантиметров? Нет. А? Нет. Нет. В этом масштабе это 3000 километров. То есть, другое такое яблоко находится в Москве. Представьте себе масштаб уединенности нашей звездной системы. Теперь, почему вагна это астрономическая единица? Кстати, второе правило Иисуса. Подряд, как оказалось, оно действует только для нашей системы. Сейчас уже находят планетные системы в других звезд, и открыто много этих систем. И общий вывод такой, что оно для остальных не работает. А дохачиханная планета до чего доценивается направо? Да, она дотягивается до... Ну там, учается, Сатурн и Птун, она описывает хорошо. Ну так, более-менее хорошо. Да, Птун, да, Птун уже... Уже это... Ну, уже как-то исключен, по словам. Нет, ну... Дело в том, что... Пытались ему придать какой-то смысл. Значит, Кеплер, он был практически мистиком. Он искал... Он же не знал, что таких систем миллионов. Как вот, значит, открываем законы физические, да, и пчелищи в них какую-то внутреннюю логику и красоту. А может, это абсолютная случайность таких вселенных с дурацкими другими законами миллионов? Да нет никакого смысла. Какой-то есть. Я бы как думал, что там есть какой-то смысл. Он же придумал вот это вот, что каждая орбита планеты представляется неким правильным платоновым телом, да? Ну, какие-то нового императора. Октайдеры. И он все это вот, значит, сделал... Был очень счастлив этим всем открытием. Значит, теперь, ничего, на самом деле, австрологическое не было. А, Андрей, говорите, а... Других... Не работают. Не работают. Значит... У нас есть какая-то модельная устойчивость. Смотри, люди. Четыре параметра. Масса, угловой момент и так далее. Да. Да. Возвучивость это законно, в этом смысле. Вы же, наверное, можете как-то, ну, общую, более умение, формулу вам рукой выцарапать, где вот все эти степени зависят от того, какая масса, какой морген и так далее. Видишь? Вы же не видите, так сказать, божественное проведение в предыдущей этой формулы на работу? Я, скорее, говорю, в случайность, что я. Ну... Да. Показывают, что это абсолютно случайная вещь. Другие звезды в системах, она работает. Значит, тогда придумали свои киои. Почему? У них работают два ростом органов, которые параметры зависят, там, из-за их параметра. Параметры другие, потому что друг квостокнула, друг квостокнула, друг квостокнула. Но есть формулы, которые зависят от четырех параметров. Да. Я сам планетологии не убиваюсь. Я больше хотел бы познакомиться с планетологией. Мы пытаемся для них выйти на своем отношении. Значит, я вот вылаживаю их, как они относятся к этому делу. И когда генетическая прогресса не является случивельностью, то это вызывает подозрение. На самом деле, любую последовательность заданную цифру можно, так сказать, описать бесконечным множеством разных законов. Это самый простой, да? Да. Он же тоже не идеальный, так как я рисую. Там точно 0,7 или 0,4, а там 0,5. Значит. Значит. Сейчас мы начинаем астрономическое видеть. Да? Первое расстояние до звезд. Основная проблема в том, что мы не знаем расстояние до звезд. Поэтому мы не знаем. Только звезда, которую мы видим, она такая яркая, потому что она действительно такая яркая. Или она такая яркая, потому что она находится очень близко к нам. И наоборот. Значит. Первый вопрос. Это как же мне представить. Ну, по-моему, где-то в конце 19-го века, начало 20-го века, мы считали, что это было понятно. Когда вы двигаетесь по орбите, у вас направление на близкую звезду меняется. Соответственно. Ну, опять же, как меняется. У вас есть фон далеких звезд, которые не меняются очень далеки. А близкая она, в течение года мой год, описывает маленький такой элипсик. Соответственно, по вот этой вот дельте вы можете узнать расстояние до этой близкой дельте. Значит, вот в дымках в клаве едина величина, которая называется парсет. Один парсет, значит, как насчет парвакс, то есть изменение углового расстояния по секунду. То есть это одна секунда любви. То есть это у нас одна астономическая единица поделить на вот эту альфа, выражаем одну секунду. Значит, это у нас единица. Здесь, значит, полный уголь и 180 градусов и 60 минут и 60 секунд. Это у вас получается 3,26 центового возраста. Это один парсет. Значит, ближайшая к нам звезда 4,2,8 центового возраста, чуть больше парсет. То есть это единица, которая нужна для измерения расстояния до ближайшей звезды. И теперь, если мы можем хотя бы для некоторых звезд определять расстояние, мы можем посмотреть на параметры звезд, так сказать, ближе от нее и дальше. На самом деле, исторически было немного не так. То есть, все-таки этот метод, он работает для очень тысячи звездов. Всего выражающих, по порядку, и сотен. Для очень далеких людей стали тем больше. Значит, дальше у нас есть такие скопления звезд. Равные звездные скопления, значит, это куча звезд, которые, там, тысячи миллионов, которые находятся в одном месте эграционально связанных. Значит, соответственно, для нас они все находятся, например, на одинаковом расстоянии. То есть, они могут быть все вместе очень далеко и тусклее, и очень низко и ярче, но, по крайней мере, вот эта разница в обстоянии может быть более. И, значит, энзим стали строить как-нибудь аграммы. Значит, это первым сделали бенштрунт и асу. Совершенно зависимо друг от друга. Значит, здесь они откладывали, словно говоря, логарифм, с единостью. То есть, измеряли, сколько аграммы приходят доходные звезды к единостью выявлению, путем помладения аграммы. А здесь измеряли некие параметры, электрометрические, которые, как оказалось, потом связаны с температурой. Здесь не откладывали логарифм аграммы температуры. Причем, окладывали, о чем он увеличился в этот шторм. Они вели классы, которые О, Г, 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 Г. О разнице в разных фильтрах, в разных диапазонах, в голубом и длине. Потом, сейчас определяется, как по линиям аграммы. Соответственно, О класс самый горячий, М класс самый трусок. Заполните очень легко. Было придумано много синемонических практик. О, Д, Ф, И, Г, 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 С, Н и. Как это английский вариант. Брилли англичиальных финик, и жевал, как морковь. Так и он был. Так что они стали для звездных скоплений наносить здесь логарифт светимости, здесь вот этот шпектральный класс, который оказывается просто температурой. Оказывается, что звезды не просто бессмысленно, хаотически разбросаны по этой диаграмме. Они образуют несколько очень таких интересных вещей. Во-первых, есть вот такая класса. Что же они назвали «главная последовательность»? Значит, соответственно, первая мысль была в том, что главная последовательность – это эволюционный трек звездок. Звезда рождается очень горячей и с большой светильностью, и потом потихоньку понижает свою температуру и идёт. Это было как бы естественно. Поэтому вот эти классы, они называются «райки» для всех какого-то называются. Хр – поздние классы. Это все для звездных широкоскоплений? Не важно, это любые. А здесь не важно. Они могут лишь логарифт светить, у нас будет просто вверх, вверх и всё смещаться. А потом, когда уже стали научились определять расстояние этого звезд, началось сделать просто, чтобы избежать этого масштабного фактора. А теперь, ну, мы знаем, что и звездные валюты. Для всех звезд справедливо, только для звезд правоскоплений. Для всех звезд. Значит, теперь, это была первая мысль. Теперь мы знаем, что на самом деле главная последовательность – это место, где звезда проводит 90% своей жизни. Просто. она не движется вдоль главной последовательности, а просто на ней живет. 90% времени. Теперь, есть область вот здесь – звезд. Соответственно, это звезды при той же температуре, что и звезды, и главной последовательности, но она была ярко, так сказать, что она была более ярко. То есть, если вам меряло, поверхность, поток с поверхности звезды – это сигма третий, эффективный, а четвёртый, да, как представлено с этим огоньцем, то полная осветимость – это четыреки правовых звезды. В квадрате она поток – сигма третий, эффективный, эффективный, а четвёртый. То есть, если у нас при том же, при той же температуре светимость больше в порядке, это значит, что радио больше. То есть, это, главное, трансферный гигантный. Есть область ее, которая находится еще выше, но это 7 гигантный. И есть область, значит, при той же очень высокой температуре, эти звезды светят очень-очень тускло, очень-очень маленький радиус. Это белый гальчик. Значит, вот, что первоначально представляло из себя главная последовательность измерения. Значит, это вот для граммных фундераций с мониторными звездами известными. Значит, вот наше Солнце. Оно относится к классу Ж2. Вот, вот, другое изображение. Значит, все, что мы знали, вся эволюция звезд, она хорошо проходит по главным пациям. То есть, здесь показываем еще линии радиуса звезд. И вот параметры. Значит, начать с первого класса. Первый класс – это звезды, малая масса, 0,3, красная. Температура на поверхности от двух до трех тысяч километров. Значит, наше Солнце желтое, но масса единица, температура 5-6 тысяч километров. Значит, самые яркие звезды, о, глупые звезды, с массой шестьдесят и больше. И светимость у них, вот, 1,4 миллиона светимости Солнца. Вот. Теперь. Дальше. Был дальше определено расстояние до звезд. Значит, первые, самые близкие. Мы посмотрели вот таким образом. С помощью вот этого звезда. Но нам нужно было сдвинуться дать. Соответственно, был открыт того, что был открыт особый глаз звезд, который называется Фили. Фили. То есть, был открыт женщине, наблюдателем, по-моему, как городом Лейбер. Она наблюдала эти звезды в Большом Головном Леве. В спутнике нашей Голландии. Значит, это звезды очень необычные. Они пульсируют. То есть, их свет меняется. Там. Раз, сто. И с характерным периодом от одного до ста дней. Вот. Примерно, в следующую очередь, очень интересное зависит от таких звезд. Могаизм святимых звезд. Магаизм святимых звезд. Магаизм святимых звезд. Магаизм святимых звезд. Он связан с их звенью. Триняк. Так. Ну, здесь. На тридцать. То есть, значит, абсолютная святимость. Как она это определила? Она смотрела, в спутнике нашей Галактики все они находятся, например, на одинаковом расстоянии. Поэтому, разница в периодах, она, наверное, могла связать с разницей абсолютной светимости. Единственное, что было неизвестно, это вот это слово. С ноль точек. То есть, нужно было хотя бы для одной энцефилии определить расстояние другими методами. Т.е. вот, в течение десятилетий веки, значит, это значение очень сильно менялось. Хаббл. Используя это относение, при определении расстояния, когда начинал свой закон Хаббла, Ту и Галактики, но не было неправильно, но одной точкой. Поэтому, вот, первые оценки обстояния Хаббла, они отличаются, по-моему, раз в десять. По его оценке, возраст Вселенной был один миллиард метров. Вот такой, в месте, там, правил 13. Значит, вот эта вещь, эта фактически очень долгие годы была основой того, как мы можем определить расстояние до далеких объектов. Значит, сами скриды, это звезды, значит, массой порядка десять массового, они находятся где-то вот тут, с видимостью порядка двадцать четверг, с видимостью Солнца, ну, и период от одного до ста дней не имеется. Так что, казалось, что вот здесь, на этой диаграмме верхнего расстояния находится полоса неустойчивости, и звезды в своей волюции проходят, не все, а тут массивные, достаточно проходят тирамидуру, то, что они начинают вот так вот колебаться. То есть, это устойчивое колебание, но очень большого масштаба. Значит, природу этих колебаний впервые объяснил, сказал, что должен действовать такой механизм один тонный, мельчайший английский, в странном языке, санфизик правильный. То есть, он сказал, что должен действовать какой-то главный механизм подкачки, который подкачивается. Значит, спустя десятилетие наш сотрудничество, жеватель, объяснил и предложил, и показал, что механизм работы работал следующим образом у звезд, только достаточно массивный, который проходит здесь. Значит, на поленом глубине у них есть зона двукратной ионизации гелия. То есть, когда звезда сжимается, эта энергия, сжатие, она идет, распространяется в этой зоне, идет на ионизацию гелия. Когда звезда расширяется, вот эта вещь усвечивается. То есть, эта зона действует, как загорающий клапан. Вот этот механизм Монг предложил, был огромный спор у него, францовое агентство, о том, как это работает. Вот сейчас все общепризванная, абсолютная вещь. И вот эти цифилиды, это, наверное, называют маяки Вселенной, до недавних пор был практически второй, и самой важной механизм оценки расстояния. Теперь, следующий механизм, который наиболее часто используется, это вспышки сверхновых звезд определенного класса, аген А, о которых я могу сказать в руки чуть-чуть. Коротко, а вот, приедем наш товарищ, Семен Газарин, он подробно расскажет о том, как и почему мы считаем, что по вскрышкам сверхновых 1А можно определять состояние. Теперь, что является параметром, то есть, 3 В. Здесь у нас какая-то температура, здесь светимость, астокаксово, и видно, что параметром вдоль этой кривой является масса, то есть, звезда, когда она образуется из молекулярного околка, она садится на вот эту диаграмму, выглядит, например, на вот так, подходит и остается здесь 90% в свое время. Все это время звезда сжигает водород в центре. Это как бы основная деятельность звезда, сжигает водород в вращательных длин. Теперь, если у нас есть масса, то просто можно определить массу звезд. А вроде бы вы говорили, что образование это изотермический процесс, да? До определенных пор, пока, пока не этот... Нет, когда идет коллапс, до определенных пор, пока вещество прозрачное для излучения, это изотермический процесс. Потом, когда он становится непрозрачным, звезда замыкается, и начинает сильно-сильно расти температура. Значит, и она продолжает расти, пока в центре не происходит зажигание водород. После этого, соответственно, сбрасывает свою оболочку. Это только достаток. И мы видим ее прогибшую через звезду. Так, все, все. Теперь, параметр массы. Значит, вопрос, как мы можем поверить массу? Оказывается, что для невелочей звезды мы этого сделать практически не можем. То есть, мы находим эту звезду, смотрим, где она должна быть на диаграмме и поэтому определяем массу. Сказалось бы, это столовие. На самом деле, нет. Потому что есть двойные системы. Большинство звезд входит в состав двойных или кратных систем. Примерно половина всех, так грубо говоря, звезд двойных, а немножко лишь третьих. Остальное все более кратные. То есть, там, тройные, четверные, но опять же, это должны быть иерархические системы. Значит, если у нас есть двойная система, мы много чего можем сказать о ней. Значит, а один, а два. Раждые звезды пучки для высоты вращаются друг от друга. Так. Общее расстояние вверху а один плюс а два Которые звезды пучки для высоты на один плюс а два И это мы находимся. Что мы в реальности видим? Мы изменим, что блеск этой системы, вернее, линии в спектре излучения меняется таким-то образом. Используем эффект допла. Мы видим, что звезда приближается к нам до удаления. Это то, что мы можем понять. Мы не видим реально разделенных звезд. Теперь звезды вращаются вот в этой кофе. А мы смотрим на эту систему под какую-то углом. Соответственно, у монет есть орбитальная скорость. Мы видим, например, у одной из звезды вот эти отклонения в спектре из спектра. То, что мы видим, что идеальная скорость связана с орбитальным вот таким образом. Синус этапом. Вот так. Тогда мы можем... Синус этап и это есть. Синус этап умножить на оминга А1. Включаем отсюда А и получаем следующее соотношение. Включаем отсюда. Включаем отсюда аминга А1 на филе Cg. И вот. Это тривиальная вещь, период и вот эту скорость мы знаем из наблюдений по отклонении римы. Здесь собрано все, что мы можем померить. А здесь стоит так называемая функция массы. Это то, что нам неизвестно. Здесь стоит m, масса компаньона невидимого нам, 2 в кубе синус в кубе θ, который нам тоже неизвестен, и сумма массы. Но все, что мы можем сказать, это функция массы f в кубе 2, что она заведомо меньше или равна самой m2. Таким образом мы знаем нижний предел массы для компаньона этой системы. Именно таким методом были найдены, оценены массы невидимых компаньонов для тех случаев, когда, скажем, у нас мы не видим самую звезду, но что-то обращаешь, что-то видим, видим, что что-то колеблет, тут едусь линии, которые мы видим. Значит, если это m2 больше, чем примерно 3 массы Солнца, то, как говорится, нет вариантов, это черная дыра. Собственно, все черные дыры, которые звезд в Макс, которые до сих пор были открыты, это именно таким образом. То есть существует некий факт, о котором я буду говорить в своей специальной лекции, о том, что особый класс звезд, утромные звезды, которые являются продуктами эволюции, они не могут иметь массу больше, чем примерно 3 массы Солнца. Это такая вещь связанная с физикой элементарной частицы, с физикой энергии. Так вот, если вы измеряете функцию массы какой-то системы, то есть измеряете период и скорость, какие-то доктора увидимой звезды. И видите, что невидимый компаньон имеет массу, скажем, 5 масс Солнца, это черная дыра. Все черные дыры были открыты темы. Теперь, как мы можем померить звезды? Для этого нам масса звезд, и это нам хорошо бы знать этот угол. Самый простой случай, это когда у нас все происходит вот в этой плоскости. Тогда, в синус этой единице, мы все знаем. Такие системы есть в изобилии. Так, это вот нашу цифит. И они называются затменными системами. То есть мы видим, что сверху кривая блеска системы выглядят таким образом. То есть мы видим два больших провала, когда более яркий компаньон скрывается за менее ярким. и видим всякие вариации в кривую блеску. По этим вариациям мы можем оценить всяческие, очень интересные эффекты. То есть в данном случае мы видим вот такого эффекта, вызван эффектом отражения. Особенно более яркая звезда создаёт на менее яркое горячее пятно, которое мы видим в таких варианциях. Здесь показан эффект элипсоидальности, когда более массивный компаньон вытягивает на себя менее массивный, более разрушенный соседок. Так. И теперь мы можем уже обращать массой. Дальше. Приходим к элипсоидному компаньону физику. Здесь. Приходим к элипсоидному компаньону физику. Мы хотим что-то понять про то, что происходит внутри звезд. Начинаем писать. Первое, что нам нужно, это вот наши звезда. Первое. Волнение равновесия звезд. Самое простое. Дребенем давление. Доку поддерживаемся красиво. Однажды. Однажды. Ж. М. А. А. Квадрат. Достоит действию к элипсоидации. Так. Соответственно, если вы добавите сюда треумпатия, получите обравнение элипсоид. И. В сравнении неподвижности. Физически симметричнее. Так. То есть, масса, запрещенная в физическом слое, она 4,1 квадрат. И. И. Вредят давление. Связан с силой. Значит. Смотрим, какая у нас элипсоидация заключена в результате. Минус. Интеграл. Минус. 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 И. Минус. Собираем эту везу. Или восстаться. Минус. Это регуляционная энергия для crawl. Ну и т vantage. Минус. Минус. Ёпcal. Это есть УКЛ, ЭХ на РО, ДП, ОДР и АДМ. И вот так вот, ДП, ОДР, ДР. И берем по частям. Значит, 4П, ОДР, ОДР, ДП, ОДР, ДП, ОДР. То есть, это есть минус, интегал, ПНО, физическая тройка, 5А. Получается, берем лиал, на звезд. ПНО, ПНО. Берем, от миллиона полной массы, плюс внутренний энергию, плюс внутренний энергию, плюс внутренний энергию. С помощью этого соотношения уже очень многое можно сделать. Первое. Увести внутреннюю энергию, гамма на единицу массы, гамма на единицу массы, Гамма на единицу массы. Гамма — это два диабантности. Делаллогариф В, а делаллогариф МРО — это постоянная энтропия. Даллогариф В, а делаллогариф В, а делаллогариф В, а делаллогариф В, а делаллогариф МРО — это гамма. Гамма нам показывает упробующие вещества. Чем больше значение гамма, тем вещество сильнее сопротивляется гамма. Для обычного вещества гамма — 5 третей. Для вырожденного вещества релятивистского вещества гамма равно 4 третей. Так? Сюда можно поставить элеменериалы в виде третей. Трей. Верно. Взбеки. Трансессонная энергия, она у меня в таком виде, где окружены Энергии звезды. То есть, у меня большая энергия. Есть. Вот у меня даем. Вверх. Видите? Трансессонная энергия. Внутренняя. То есть, гальтосонна. И равно, используя термин реал, опять внутренняя. 4 минус 3 гамма. То есть, отсюда мы уже видим, что если гамма больше 4 третей, то все нормально. Полная энергия отрицательна. И внутренняя. Академия положительная личина. А вот если гамма меньше 4 третей, то что-то здесь неправильно. Значит, такая система неустойчива к положительной энергии. Оказывается, это очень важный результат для теории устойчивости звезд. Устойчивость звезды зависит от вот этого параметра гамма. Значит, на самом деле, если строго написать то же уравнение, то гамма – это параметр, который определяется в данной точке звезды. То есть, на самом деле, в чём ее устойчивость входит в среднее значение гаммы. То есть, мы должны усреднить этот параметр гаммы в пользу из ЕС. ЕС-НФ-Народ. Значит, что происходит? Ну, это нормальный звезд гамма-средний. Где больше 4 третей? Они устойчивы. Некоторые звезды. По классам приближаются гамма равной 4 третей, в частности, белой калитрой с массой в... равной предельной массе, чем досекар. И результат она проявляет сверхновые типы 1А. Это фондарные звезды, по которым мы сейчас меряем космологические расстояния. Другой пример, что звезд гамма меньше 4 третей – это все массивные звезды с массой примерно больше, чем 10 масс Солнца. Которые заканчивают свою жизнь. Вот, благодаря этому, универсалью, чем эти гаммы, заканчивают свою жизнь коллапсом и взрывом всех остальных типов сверхновых. Это то, о чем я буду рассказывать. Если гамма близка к 4 третей, то вообще нельзя гамма глиска к 4 третей использовать? Правильно. Нет, ничего подобного. Гамма глиска к 4 третей может быть спокойным, и вы можете пользоваться ньютоном. Поправки будут, если начинает 4 минус 3 гамма и глиска к 0. Нет, поправки. Нет, поправки. Это все же стоит. Нет, нет. Нет, сейчас. Это было не несостояние. Нет, дайте мне сказать. Значит, смысл такой, что абсолютно прав, товарищ. Значит, когда гамма приближается к 4 трети, значит, это в случае белой карли. Это некий вырожденный случай. То есть звезда находится на границе устойчивости. Ей на самом деле безразлично, что точно будет. Да, вот, нужно ее растянуть 10 раз, сжать 10 раз, ей все равно. Естественно, что здесь вступают в свою силу, поправки. В основном они связаны не с изменением теории гравитации, не с мультипереходным ГОТО, а с другими процессами, которые происходят там. Но одна из поправок, да, действительно, она связана. Если мы считываем члены, так сказать, пол-шнитоновские, то они тоже приводят к стабилизации до 2-х гамма-4-3. Так. Так. А я чего-то тут не понимаю, у вас не выписывается средняя гамма, у вас гамма от массы зависит? Это что значит? Нет, гамма... Гамма определяется в каждой точке, у вас есть звезда, у вас есть, как функция, например, от радиуса, есть плотность, да, есть плотность, есть температура, функция от радиуса, и так далее. Все параметры. Каким составом? x, p, z, да, 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 здорово, тагелий, все более тяжелые методы. А в каждой точке вы определяете термоэкономический параметр гаммы по уравнению и состоянию. g логарифм p, а d логарифм 2. Гамма у вас есть. Первым можешь произвести этот интеграл придется по структуре цветы. Для данной звезды, в данной звезде вы введете этот интеграл. гамма. То есть, здесь, фактически, выписанная гамма как функция атома. А функция атома, она становится, когда вы представляете эти остальные параметры, плотность, температура, и так далее. Теперь, значит, если мы берем самый встроенный случай гамма 5 третей. 5 третей. Идеальное вещество. Идеальный газ. Значит, если гамма 5 третей, то мы получаем Е полное, то в четвернем берема 2, Е внутренняя, плюс низ. Брестационная, 1 0. Или Е внутренняя, плюс Е полное, 1 0. Так? Для невыгрышенных обычных звезд. Теперь у нас звезда светит. То есть, D, E, total, D, D, 0. Полная энергия звезды убывает. Она теряет энергию. Отсюда, неувалимо следует, D, E, внутренняя, D, более 0. Нормальная звезда. То есть, нормальная звезда, не выращенная. Теряя энергию на излучение, нагревается. И увеличивает свою внутреннюю энергию. То есть, это называется отрицательная теплоемость звезды, как целого. И это, оказывается, очень важный эффект для устойчивости звезды. Значит, теперь, отсюда видно, что все звезды не то, что не охлаждаются при своей эволюции, а, наоборот, становятся все более и более глянче. Значит, наше Солнце примерно на 30% по расчетам увеличило свою осветимость с момента своего рождения. И будет и дальше его увеличивать, увеличивать, и увеличивать. Светимость или температура? Значит, ну, два, будут вариации, связанные с глянцом, пока она находится, на главной последовательности, пока гладит гамма 5-5 дней, она будет увеличивать свою осветимость. То есть, фактически, если мы вертём на педаграмму в ритм до рациона, у нас главный момент Солнце будет вот так вот, чуть-чуть ползтируем с фазой. Простите на росту, и если тимур будет чуть-чуть увеличиться, но и немного, значительно. Так. как будет увеличить свою осветимость на 2-3%? На 2-3% думаю, что будет. Но у нас подстроится какая-то геосфера отражательная способность оплату. Как это соотносится с циклами активности Солнца? Значит, цикл активности Солнца это один цикл. Ну, понятно, что есть. Например, галактический блок. Солнце совершает обороты вокруг центра галактики за 250 миллионов лет. В этом масштабе идет речь про увеличение светимости и так далее. Солнце в эволюции звезды всегда сдаются на главные последовательности? Или они потом вываливаются из них? Значит, нет. Соответственно, вот этот факт, что звезда нагревается свидетельствует о том, что это не может продолжаться вечно. Если бы звезда просто вкусно остывала, то да, понятно, она остывает, и, как говорится, остывает и дальше. Поскольку она становится еще более и более горячей, естественно, в жизни каждой звезды должен уступить необычный период. Поэтому у нас два часа полагаться. Рекоменант я заделился. нет. Тишко. все время. Теперь мы можем спокойно с помощью правильной температуры к в 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 и получаем ГМВМ, то есть, кипаем на рост. ГРМ – это значит среди. Здесь мы ставим Х на некой средней температуру, на МВМ – средний маккулярный вес, и на полный бастон. Это и есть антиграмма ГМВМ на Р – это заведомо больше, чем единица на Р радиус гвезды мы уносим, а здесь ставится МВМ – это значит ГМВМ. И мы получаем оценку средней температуры гвезды, как средняя температура больше или равна, чем ГМВМ, МВМ – средний маккулярный вес, 9,0,6,5,6. Мы пока ничего не знаем о звезде, но уже можем узнать температуру гвезды. Это очень простой смысл. КТ – это энергия, которая имеет частицы массы МВМ на среднем маккулярный вес, в изоляционном горе ЖМ наверх. Очень просто. Оказывается, что вот эта средняя температура, которую мы поставим в солнечный вес, это порядка 2-10 кг, 2 миллиона кг, поверхность маккуратуры 6 тысяч. Подробные расчеты показывают, что центральная температура – это примерно 15 миллионов кг. и это есть в порядке 1 кг. При этом энергия с инализацией здоровья – это примерно 13 миллионов кг, а двукратные инализации – гиле – примерно 54. В основном уже много меньше. Все у нас идеально хронизировано. Вещество – это геновый газ, плазма. Значит, плотность, средняя плотность Солнца, можно зайти по параметрам радиоформации, примерно 1,4 г в кг. сантиметре, то есть не так далеко от нашей нормальной. А в 15 на 10 в какой написано? 15 на 10 в шестой. 20 миллионов. А плотность центральная – 150. 150 на 150. Так. То есть, ничего практически не знает о том, что происходит в центре Солнца, уже много, можно сказать, по-другому. Теперь, для того чтобы я хочу. Уравнение, здесь есть четко. У нас есть источник энергии, идут термоядерные акции в центре. Соответственно, тепло должно как-то переноситься. В звёздах, обычных нормальных, есть два основных механизма переноса тепла. Первый перенос тепла – это просто диффузия фотонка. Видите, как у нас есть? Диффузионный поток – это минус, скорость, длину свободного протяга на А, ДН, АДН, для частиц. Так же, диффузионный поток гамма-планта, т.е. минус, С, Л гамма. Длина свободного пробега и производная ОДР от внутренней энергии от одного газа, 4 гамма, как А, теперь 4. Теперь, длина свободного пробега гамма 1, Н, С, С, Взаимодействие, и это есть, по астрофизике вводится специальная причина, т.е. плотность, умножение на 10, т.е. непрозрачность вещества. И прозрачность вещества в значительной мере зависит только от его химсистона. Т.е. в системе СГС карта для обычных щитов примерно 0,4 см в квадратных гамма. Т.е. линии можно написать для полного фотона фотонов внутри звезды Это растение электрона? Основной это полосонское растение электрона но для горячей звезды для англоя, потому что там уже скупает звенье, и затем на непрозрачности. Значит, вот это, это фактически Томсона скоростейная огня. Более холодно действует. Непрозрачность равности. Роа на тем числе, если мы будем смотреть. Значит, это весит минус С непрозрачность 4,5 квадрата 2,8 3,4 4,5 Вот это смешная панковица Значит, первая механизма. И вторая механизма Это конвекция. В тех областях, где расправляются теплопроводность фатронная, перенос фатроны, включается конвекция. И отдельно, она примерно так вот звезды типа нашего Солнца. То есть, они имеют в центре переносу фатронов, а волочка вверх их конвективная. Значит, более холодные звезды, меньших масс, они ниже. У них из-за того, что вещество сложнее пропускать фотоны, возникает полностью конвективная зона. То есть, они все абсолютно конвективные. А поле областей и звезды мне же интереснее. У них фотоны переносят в оболочки энергии, а весь центр конвективный. почему это оказывается очень важно? что существует как мы знаем завтра уже способ выжигать водорода. Действует для звезд типа Солнца с массой меньше солнечной примерно до полтора солнечной массы. Что это такое аппетит и потом важно, что энерговое деление пропорционально температуре четвертой степени, например. Четвертой степени а более массивные звезды с массой больше разжигают водород другим образом и вот для него энерговое деление горение зависит от температуры до 17-20 даже больше очень-очень сильно всего это приводит так что с горением идет в довольно большой области в центре дорога двери здесь все переносы свободные а здесь накладка конверсий здесь более прозрачная здесь работает конверсия мелких больших звезд массивных горение происходит очень высокая степень очень маленькая цена цена то есть достаточно сжигать в этой очень маленькой области дорог чтобы обеспечить полную сутивность такой звезды здесь моментально поток не срабатывает поток развивается конверсия и самое замечательное что при этом конверсия не только тепло оно где-то центральной области вытаскивает гелий который уже нагорел и приносит туда снова новый водород то есть конверсия здесь работает как такая машина которую мы мечтаем создать со временем термоядерную зону приносит топливо уносит сгоревшие остатки сгорания и работает вот таким образом замечательные вещи так как у вас быстро переход в 20-е изменение массы чуть-чуть нет там просто существует реакция вас можно сжигать сжигать вот вот у вас есть цепочка энергиозгружения а есть ц 0 значит примерно 2 а на наше солнышко 15 миллионов как только у вас на инфраструктуру эффективность это сразу идет вверх с концателем везде они могут работать одновременно вопрос кто дает мне большее уделение энергии поэтому я очень резкий вот потому что эта штука растет очень быстро так это число 4 и 17 это число сельдович он первым его ввел соответственно значит у нас 1 на 3 1 сельдович если я правильно помню он занимался какими-то взрывчатыми числами чем-то таким он первым ввел так 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 но это ВП и СНО это разные телевые цепочки да это разные телевые цепочки ВП может работать в любой звезде а в СНО может работать только в розовых кислотах не первого поколения скажем так СНО это как раз углерод азот и кислород следствием первого вещества которые только образовались из вещества не было еще вещества неуглиозных лечебных и эта цепочка у них есть у них есть лаком так это у нас то есть то есть это просто у вас дорог сейчас вам есть ф а вращайся г А здесь у вас есть, скажем, патом аглерода С12. Он используется как катализатор, то есть он сам не горит. У вас получается цепочка С12, плюс протон, азор 13, плюс... На следующий екат я вам напишу это еще подробнее. Значит, смысл такой, что в любом случае вы получаете 4 квадрона, объединяете и превращаете в ельчу. Но здесь вы делаете это в прямом образе. А здесь, используя, например, ядра, которые уже у вас есть, это катализатор. То есть эти ядра используются как мышки. Они застанавливают все протоны, часть этих протонов распадается на нейтроны и выплевывается ядро гелия. Значит, это вот такой интересный цикл. И думаю, они то ли Вайтзеккеров или Бэнс. А может, у меня обои. Так. Если вы устали, то мы можем остановиться и продолжать завтра. О, вы что-то и вы устали? Нет. Да. Просто, как я вам показываю, что-то форму вы используете, как я вам написал. Вот. У нас есть светильность звезды. Можно посчитать ее внутри любой сферической поверхности, сколько энергии потекает чуть меньше времени. Так. Возьмем мастюрные звезды, в которых все переносится, по крайней мере, во внешней области излучения. Когда светильность, уже блистает полный. Значит, светильность – это 4I. R в квадрат. И на этот поток. Теперь мы можем выключить этот поток. Делать характерную акценту. R по порядку величины. 7 от кратка. 4I. R в квадрат. А здесь будет стоять. А с 3-4. А у нас. Так. Там мы включаем T. Трапитр. И, с большим учителем материал, температуру, которая в порядке величины 20 на радиусе. Тогда мы получаем светильность. В порядке величины – это СН4П. Здесь стояло R в четвертой, т.е. R в квадрате и R в четвертой и R в четвертой и R в четвертой. Мы из очень простых соображений нашли их посвятимость звезд пропорционально их маршру в кубе. И все более массивные звезды... Теперь мы можем ввести все характерные племена звёзд Первое, в то время, характерное диагнозирование У нас есть правильное нано-месе Снимаем G на верх квадрат Это величина, отличная, как ускорение Поэтому мы можем A на верх квадрат И мы смотрим, за какое время такая звезда Если мы уберём давление, схлопнется в точку Радиус, расстояние проповеди на радиусе Порядка A на 3 квадрат в половину Отсюда получим гидридинамическое время С точностью до констант С точностью до констант Или это есть единица С точностью до константра С средней плотности Это очень характерное время Все звёзды и вообще вся гидридирующая система Они работают на этом масштабе времени Для Солнца это величина порядка тысячи секунд Что же самое оценку можно получить Если рассматривать Распространение звуковой волны Это есть Порень ДППРО А это порень ПРО ПРО Мы можем оценить вот отсюда Значит, это и есть Гидридинамическое время Гидридинамическое время Значит, ваша система Любое возмущение, которое вы степляете Ну там, какое-то акустическое колебание Оно пройдет радиус, характерный радиус Самой системы за вот это время Если у вас возникла какая-нибудь точность гидридинамическая Ну, допустим, в какой-то области вы взяли и брали исключенное давление У вас начнется схлопывание Схлопывание пройдет как раз за гидридинамическое время Вот Массивные звезды, которые взрывают скоростные кнопки Последний этап эволюции Значит, с третьим показанием для бата-гамма Важные ванны меньше 4-х катей Они начинают схлопываться Коллапсируют сами себя Вот это Механизм взрыва всех новых Всех типов кроме гидридинамической Значит, это Схлопывание происходит за гидридинамическое время Но только плотность там намного больше Поэтому характерное время Порядка секунды Вот такая звезда Ну, для центральная часть Размером Несколько Радиусов Улит И массой Несколько Массивных Солнца Склопывается Внутри секунды Это Гидридинамическое время Так, да Скорость звука Корень Гидридинамическая И поэтому Гидридинамическое время Это порядок Ряда Скорость звука Опять Та же самая величина Гидридинамическая Эта угодова Валение Ni Да Если мы Выкручивем давление Та же склопнулся В течение Гидридинамической Гидридинамической Астрофизики В fraction Тое имя Бетридинамическое время Уlin Это вопрос It's a Второй a 直接 Падает На Ну всё, вот эти волнения, динамики, выживания, процессы. Называется оно не динамически. Почему это? Выживости не может быть, что выживания... А вот конвекция, она связана с ним? Нет, конвекция с ним вообще не связана. Она не связана с ним. Когда опускаете и поднимаете конвективный метод, зависит профиля вашей звезды. Если у вас анематическая звезда, но профиль практически эзотерогичный, то у вас вообще нет конъекции. Если он очень-очень близок, то у вас прониктивный элемент будет придется очень-очень уверенно. Это, как сказать, относится к различного рода возмущения. Теперь, значит, первое, это то, что нет гидринамического порядка. Хоин вверху на Gm и порядка единица на хоин G средняя полгода. Значит, это же время, которое характеризует и сжатие вот этих вот облаков, кстати. Совершенно другое плотность больших облаков, пока не наступает непрозрачность. Второе время — это время тепловое. Значит, это время, за которое звезда при данной светимости высветит свою энергию в возрасте. Значит, это вот где высветило бы, если подрешилось источников энергии. Значит, светимость на время тепловое. Значит, там вот тепловое, по порядку величины Gm квадрат на ряд безопасных мер и на светильность. Так. И для Солнца, это Солнце порядка 2 на 10 сегментов. Значит, если наше Солнце вдруг с ним что-то случится, и перестанет Солнце грыть, то это вот через 20 миллионов лет. Наверное, об этом узнаем. Значит, смысл по времени так вводим. Третье — это диагнозное время. Собственно, это есть время жизни. Водомодная последовательность. Значит, это эффективность на емницу массы нагрения водонодов генери. Множить на массу сгораемых вещества. Это примерно 0,1 с Солнечным методом. и поделить на сельскохозяйственные. У – это примерно 7. МЭФ – ваших вытяжек с колоколом, а прям У – сельскохозяйственным. То есть примерно 0,07. С такой эффективностью в 0,7% гонят звезды. Какая эффективность? Значит, у вас есть 4 протона. Вы их превращаете в 9. Получаете вытяжку энергии и делите на число расходуемых брионов на 4. Получаете эту величину. Группу, вариант 7 – это энергия, хотя бы не понятно, 7, 8МЭФ – это энергия отделения бутлона от ягод. Поэтому у вас получается такая величина. Значит, это… А, например, энергия связи просто. Да, ну, энергия-деления… Я не знаю, не физки, у нас энергия-деления бутлона и протона. Энергия-связь – это все, почти важные энергии. А, допустим, это масса протона? Тоже. Ну, я говорю, это 1,6 – это фактически масса протона. 1,6 – 0,24. Значит, теперь мы вспоминаем то, что вот результат мы получили, что сосьмость пропорциональна массе культа. Что мы можем написать для этого? Время на жизнь. Цель. Ядерный метод – время в жизни. Следующее значение. Значит, 10 в десятку. Масса. Солнце. Дверь на массу. В квадрате. Вверх. На трех звезд. Мы просто посчитали запасы энергии в тонной звезде, поделили на среднюю светимость и штабируется, как гамм в кубе. Значит, соответственно, время жизни звезд в разных массах – вот такое. Так. Значит, теперь, если у нас есть звезда в половине… То есть, если у нас есть звезда в половине массы Солнца. Если у нас есть звезда в половине массы Солнца, то она проживет 40 миллиардов лет. То есть, она практически вечная. Наши северные 13,6 или 13,8 миллиардов лет. То есть, это вечные звезды. Все звезды малой массы, которые сейчас образуются или образовались в прошлом, они практически будут вечно пребывать на главной массе Солнца. Так. Все они. А если мы возьмем звезду, скажем, в 10 раз более массивную, чем Солнце, она проживет всего 100 миллиардов лет. Значит, соответственно, если ставить вопрос об обоиске жизни вокруг каких-то звезд, то есть, мы вспоминаем эволюцию нашей. 4,6 миллиардов лет назад она образовалась вместе с планетной системой. И практически сразу, который закончился период коммертной бомбардировки, 3,8 миллиардов лет назад уже найдены на Земле первые признаки существования жизни. Ну, совсем примитивные. Но она была примитивная, примитивная, примитивная. И только в 900 миллионов лет назад произошел такой близкий взрыв, и поэтому началось усложнение, стали образовывать сколько-нибудь более-менее сложные объемы в 500 миллионов лет назад. А у такой звезды всего 100 миллионов лет вообще на всю эволюцию. Соответственно, у таких звезд, 10, тем более 20, 30, 40 раз, не может быть никакой жизни, аж не успеет она развиться. В зрениях звезды, хоть они, значит, функция салпинга, да, да, например, обоснования единицы, нагрева, снизу туда, 2,25, хоть таких звезд образуется очень мало, но то, как только они образуются, они очень эффективно ведут свою жизнь. Они сгорают, сходят в главные последности, взрываются, как сверхновые, обогащаются тем, что они на работе, окружающиеся сверхновые, ну и так далее. То есть это, ваше мнение, легко запомните, как аналогия с людьми, да, есть яркие люди какие-нибудь, которые, Владимир Васильевич Ильцовский, да, ярко жили и рано умели. А есть такие мутные плечки, которые будут жить при члене. Вот эти звезды, менее массивные, чем наше Солнце, они будут вечно-вечно-вечно жить. А вот эти взрываются, обогащают международную среду из этого почту охраны. Следующее поколение, следующее, следующее, следующее и так далее. Так, хорошо. Что создатель астрофизики Ганс Питер, так сказать, прожил в 90-м почти... Нет, я не сказал, что всем кто прожил. Это не просто. А скажите, гидравимическое решение, оно устойчивое вообще? Если там, например, стековерна образовалась, там не будет оно все разваливаться? Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот первый, один у вас гидравимическое решение. Да, но это решение по эстетическому смирничному. То есть, если оно там деформировано, то... Многие звезды вращаются, вращаются очень сильно. Есть различные эффекты. А, я тут забыл показать про конвекцию. Естественно, звезда пока на главном потенции устойчива. Нет вопросов. Насчет конвекции, это вот прям съемка. Это вот наша у Солнца коллективная оболочка. И вот это выходит. Вот это лечение Сибина. И вот она. Это вот прям конкретная нация идет, положим. Вот. А что здесь происходит? Да, это поверхность Солнца. Я думаю, что как-то, если я правильно помню, каждая из этих штук больше, чем Земля. Чуть-чуть, но больше. Но в основном размере. Где-то полтора, если децентр равенше Солнце. Полтора равенше Седневеки, да? Да, Седневеки. Ну вот. Ну, я помню, что это. Для того, что наши Земля где-то в одной такой пульве на Солнце можно находиться. И, значит, если мы заканчиваем, тогда я еще могу вот только что-то показать. А если не заканчиваем, тогда просто чтобы было яркое представление о том размере. Главное. Тогда меня rất является. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...